да добрый день очень слышно меня слышно но хорошо как там нас счет вас все меньше меньше чем ближе зачета тем меньше тем меньше ходят ну ладно тогда тогда продолжим вот да вот значит вот тоже продолжим посмотрим как еще можно использовать образование фурье ночь мы с вами вот рассматриваю вот этого случай вот напомню что было на на предыдущей лекции то есть наш когда мы такие делали индикаторные последовательности то есть вот у нас есть нуклеотидная последовательность и тогда четыре индикаторных по местоположению основания наш был 0 там где нет какого-то уже задано ваш основания и единица там где это основание есть но например вот 1 а значит вот тут у нас лет 0 и и вот единица там где а и далее значит мы вот каждую вот я тоже рассказывал мы преобразовывали под призывание же фурье вот это вот каждая же последовательность на что у нас был тогда уже 4 спектра и далее мы их складывали вот это вот альфа это есть как раз меняется вот единицы до 4 то есть по число же оснований днк но есть еще один способ я пскал даже немножко проще то вот нам дана последовательность x это и и тут от меняется от какого-то же числа f до полной длины последовательности или и суть вот это уже давно то напомню же проблема что есть северная последовательность x это а мы применяем на приблизание то фурье значит к символом моего применить его не может каким-то образом наш мы должны образовать символы в числа и после этого же числа тогда уже можно будет анализировать при помощи преобразования фурье но вот здесь метод вот как бы первоначально мы тут уже считаем автор коллекционную функцию то есть это значит что да притом она считается уже следующим образом если вот видите x это и x и плюс к то они будут идентичны да то есть либо будет основания либо x это будет т а x и плюс к ты бы тоже ты да ну либо на обоих вот этих местах будет у нас цели g то тогда же и значит был же вот эту функцию это вводим она будет у нас равняться единице да а если они уже не равны это это будет 0 и далее мы можем тогда уж просуммировать то есть уже приближать вот этим и от f до ну почти наш до конца уже последовательности значит за вычетом это вот расстояние к то есть у нас есть какая-то рамка есть последовательность есть это вот рамка и вот как раз вот эти вот уже края на краях этой до рамки наш у нас находится символы x этой x и плюс к и размер вашей рамки это есть как раз к ну вот ну чтобы значит не зависело вот тоже длины последствий мы еще делим потом на ту суммарную длину то есть на или минус f и минус к да вот уже который мы про анализировали это есть наш аналог получается автор коллекционной функции и дальше мы ее можем потом разложить по таком стандартам уже призывание же фаре то есть вот эти формулы которые я вам показывал на прошлой лекции ну вот это было вот видите это район центромеры то есть было лишь применено к нуклеотидной последовательности вот вы можете видеть уже район центромеры значит это у нас будет уже 22 хромосома вот вы можете видеть то и да значит здесь папа сексу будет у нас расстояние а по оси вот y будет как раз вот эта вот сумма я садка вот а вот и только лишь умноженное на 10 в четвертой степени вот вы можете тут видеть вот это вот автор коллекционную функцию уже которая же получилось а уже справа есть как раз уже график тут уже частота и и значит как раз частота будет пасе иксов а пасе вот y будет у нас интенсивность то и вот как раз уже период 0 33 вот тут есть вот тоже пик его видно вот но он конечно здесь не самый значимый это будет уже третий пик где-то где-то уже справа ну вот видите есть еще набор других пиков и вот самое здесь вот но левая то есть самый длинный этот период это где-то будет больше десяти из оснований то есть что получитель период надо разделить вот это вот единицу на 0 1 дано на частоту значит будет тогда в нуклеотетах то есть это будет 10 нуклеотетов и вот таким образом тут можно тогда вот выделить определенные периоды ну должен сказать что что метод привязывания же фурье он как бы сказать применим но у него есть один существенный недостаток вот если же динамической программирование я вам рассказывал и в этом помните что там значит у нас были уже два вида мутаций в днк то есть то есть первое это у нас замена символов да и второе это у нас уже вставки лишь делятся символов и вот динамическое программирование она как она как раз неплохо работает в присутствии как вставок или делятся но относительно плохо работает при большом числе замен то есть если там число уже случайных замен она будет где-то там больше чем там единицы или уже полутора вот то тогда значит найти повтор будет сложно от провязания фурье наоборот у него она относительно неплохо работает уже замена меж оснований вот то есть даже может видеть при там уже числе замен где-то уже больше двух на один нуклеотид но абсолютно не учитывает уже вставки или же делятся символов но понятно что если будет где-то уже вставка лишь делятся это и если их будет уже несколько то это будет равносильно вообще сбегу фазы и после этого тогда просто то период например ну вот если будет у нас период длиной 10 и и будет одна делятся это значит будет у нас будет уже район где период длиной 10 будет отсутствовать это будет уже период тоже длиной в 9 но если это вставка или или делятся будет много то просто же фурье раскладывает интенсивность но вот вот в этом примере длиной 10 на уже множество уже более мелких и фактически они могут стать незначимым то есть он он показывает некорректный результат да но вот вы можете видеть вот еще одно тоже тоже применение вот этой автор коллекционной функции этот как раз будет уже значит если это здесь был такой большой фрагмент до около центромеры значит напоминаю что центромеры это та . за которую как раз на хромосомы разделяется растаскивается между дочерними клетками ну вот здесь вот можно видеть это будет уже кодирующий вот но что что характерно для кодирующих последствий лишь у них относительно мало от отделеции или же вставок вот вы можете видеть здесь есть очень четкий пик на 0 33 то есть это уже в период уже длиной в три основания днк ну вот дальше еще посмотрим еще на один способ то есть это вот уже применение уже взаимной информации то есть ведь вот это вот уже центральная как бы уже формула что и а ты то есть информация на на один символ здесь тут тут показано да это есть ну или две последствий и x y извините то значит это будет наш энтропия же первой последствии то есть h от x плюс наш энтропии то 2 h от y минус наш энтропия совмещенные уже последнести то ну вот здесь вот уже в качестве первой последствия твите тут будет у нас нуклеотидная та последнасть то это вот будет посликать x а в качестве же последнестей у Folk не будет та же самая уже последность но вот видите уже уже сдвинутой на какое-то количество нуклеотидов вправо ну вот этот звег он он может быть разной то есть он может быть очень кратный трем вот н 369 потом 258 и 147 вот ну и тогда замеру тут удобно то есть если есть какое-то у нас окно мы там уже выделяем вот это вот уже последовательности мы пробегаем значит вот уже рассчитываем же взаимная информация для для разных как боже сдвигов то есть для кратных в 4 и не кратных трем это вот уж два варианта то есть 258 и так далее и 147 и так далее и дальше можем тогда уже просуммирует взять как уже средняя вот но понятно что если значит у нас есть то периодичность вот кратный трем то будет очень сильно и тогда корреляция да вот тут тут видно вот матрица то справа то только чтобы рассчитать вот это вот аж от x y мы должны тогда заполнить ваш матрицу и рассчитать ваше число совпадений если есть очень корреляция например через два символа то то есть вот видите здесь а т ц г да и если мы сбегаем потом на на 3 символа тубы тугой будет у нас по да и так далее значит если есть сильная тут крыльяция нуклеотидов то она будет прям сразу видно то есть тогда вот в этой матрице который уже справа у нас будет очень мало будет много нулей и будет только заполнены отдельные ячейки ну и вот мы берем тоже средняя да но вот это вот эти расчеты они бы они были сделаны вот вы можете видеть здесь как раз вот это вот уже взаимная информация уже на символ а вот то есть вот здесь у нас будет для для приматов для для кодирующих и для не кодирующих наш кодирующий будет у нас винты то вправо то есть там будет уже более сильно уже крыльяция уже длиной как три а не кодирующих она у нас будет звену то тогда влево вот этот жирный ну вот это будет для ну вот это вот по закону он как бы является вот вот общем да для для разных видов это у нас будет беспозвоночные здесь вот тоже самое для кликодирующих они вот видите очень четко но но не четко но чем разделяется есть конечно зоны здесь перекрытие но но можно их разделить то же самое для растений вот и вот это вот тоже пример где мы уже выделяем окно да вот тоже то считаем тогда вот здесь окно 180 оснований и мы считаем только вот один звук на к равны как батареон сейчас мне тут то то есть вот да вот это вот и отель а или это будет у нас уже местоположение окна то есть все все делается один раз там в окне тогда последствия уже двигается друг относительно то друга на 3 вот основания то есть она как бы ну берется дважды один раз вот как она есть а уже другой раз тогда сдвинутая ну вот как вот у нас вот уже было на этой картинке вот здесь вот две последовательности вот то есть то есть только для к рам для и на равное ваш трём ну вот если такое окно и просканировать вот видите здесь один одна из последовательности один из генов из генома же человека на спаси x будет у нас уже координата да и вот виде значит прямоугольных таких выступов уже показано шик зоны то есть тут раз два три 4 5 6 7 8 9 их зонов и вот вы можете видеть что относительно как бы четко тот уже прослеживается вот выделение шик зонов уже при помощи этого наш окна то вот . то есть как бы это уже функция очень сравнительно неплохо описывает местоположение кодирующих последовательности но также видите есть еще пике как бы вне но они правда они не очень большие где-то на уровне 0 5 вот но тоже тоже достаточно большие но вот если это сделать для разных дистанций вот для для разных видов то есть вот здесь вот одно одно кодирующие то есть вот здесь вот это вот к будет у нас тогда то есть он будет меняться да вот то то вы можете видеть что тот разделяется уже кодирующие и не кодирующие то есть наверху будет вот вот там я такая такая пила это будет у нас кодирующие то есть есть тут четкий период . 3 и там где пила отсутствует там у нас значит четко периода в трише основания нет но но дальше давайте еще поговорим про то как можно тогда то есть если триплетная периодичность она очень характерна для кодирующих то на районов то давайте тогда поговорим только как можно выделять уж кодирующей области и тут ведем такое же понятие к кодирующий потенциал то есть кодирующий потенциал это будет у нас как какая-то же функция вот и для него вводится какая-то пороговое значение если это если это пороговое значение будет уже больше чем некоторые величина но мы будем считать что это последствия она является кодирующий а если уже меньше то не кодирующий вот это его тоже тематикой пытались очень заниматься на сравнительно уже давно вот и вот вот видите вот тоже первая работа была 81 году это вот уже шульман и на что он предложил кодирующий потенциал как хи квадрат да то есть f от и f от это будет наблюдаемые частоты кодонов то есть моим мы имеем какую-то последовательность с это значит ее ее длина будет уже кратно трем мы разделяем на тройки то вот это уже последовательность вот это подсчитываем тоже сколько уже каждого кодона мы тут встречаем ну понятно что если у нас нуклеотиды то и всего четыре то число тот троек будет 64 и я одновременно мы также можем ожидать ожидаемую частота уже кодона через ну чем частоты оснований то есть то есть например тогда тогда вероятность для для строки а это будет п от а тогда в кубе да вот где типа а то будет это у нас будет уже вероятность наш аденина во все в изучаем уже последовательности если у нас все было большое тогда трое кто тогда это будет п в кубе а то нашим нужно на вот это вот он большой ну вот вот видите вот эта формула для м это вот но это как бы чисто хи квадрат и конечно это это работает новым относительно цеплохо из-за того что не учитывается тот возможно рамки у нас как бы три рамки вот и поэтому это тоже к держу потенциал стал совершенствоваться же дальше вот ведь тоже тут работа уже 81 года это вот автор шефферт здесь вот использовалась та идея что первичный генетический код был rn y и на это у нас будет уже любое я это будет у нас а либо г а y будет ты либо c если я не ошибаюсь вот да и вот если значит ну значит вот это вот да и тогда то считается что что первичный гена они были как вот уже последствий по rn y и современная то гена они будут уже нести уже себе как бы отражение вот этой закономерности да ну и вот тогда чтобы увидеть можем тогда подсчитывать уже частоты например и y r и какой-то вот н будет у нас внутри так а то и на y y то и тот будет у нас естественно тогда значит вот это вот вот это к но у нас может быть как бы тогда разным и вот вот это вот на графике вот ну первым вы можете видеть уже частоты y r y y вот они какая они меняются на разном же расстоянии значит вот здесь вот это к будет по сексу будет к но но тоже мы тогда получаем такую вот уже пилораму ну то есть такую пилу ну и в этом случае мы можем тупо сенс который мы наблюдаем уже посчитать уже сложно мутации вот уж который мы должны сделать чтобы ее перевести в код rn y и вот это вот уже число уже мутации как раз и будет вот там мера это будет уже различие от вот кодирующей последовательности то есть чем их будет она меньше тем значит а больше вероятность что данная рамка будет уже кодирующий ну вот следующий метод это это были такие уже простейшие вообще способы его следующий метод это один из первых который более-менее такой но разумный что ли можно сказать ну хотя бы математически обуслована это было шмек метод фикета но тоже вот основу нужно о том что уже корреляция оснований в в кодирующих последствий она существует а в не ходеющих ее нет ну вот вы можете видеть график а вообще частот значит вот пасек вот y будет отклонение от ожидаемые величины это будет пасе y а пасе x у нас будет вот это вот расстояние n да то есть уже число уже нуклеотидов между уже двумя теменами да ну вот видите если у нас это 0 то их это превышение относительно небольшой то есть вот верхний график если будет одно основание то есть это будет уже тройка но тоже это небольшое и вот как раз вот если будет уже два вот основания то есть это будет т.п. то есть т.к. и какие-то два нуклеотида это будет уже триплет да и и и следующее то это будет основание уже следующего уже кодона да и вот в этом случае как раз наблюдается уже такие уж биения по частоте встречаемости тимина ну вот это вот вот графика это будет у нас да вот здесь вот к будет пасе вот x как я сказал а пасе y будет отклонение от ожидаемой величины ну и вот уж график б будет то же самое только для не кодирующих то есть это есть нашин троны то есть помните что шин трона это не кодирующие вставки в генах и еще фланкирующие в последовательности между генами но вот тут можете видеть что наш вот это уже зависимости и уже тут уже почти нет то есть такие биения есть но они уже в рамках шума то есть укладывается в обычный статистический шум ну и вот метод фикета состоит в том чтобы вот это вот учитывать позиционные начнем частоты да то есть то есть используйте то что насчет то есть вот эти вот уже биение которым мы видим на на графике а да то есть это будет она что нас мы имеем какую-то вот уже рамку да вот и мы то есть мы имеем же последовательность и там будет уже три рамки как посчитывания вот и тогда подсчитывается вот видят видите же это один это будет число тиминов в позициях клиента минус 2 это будет уже разные позиции уже кадонов где я на это бы он у нас будет 1 2 3 и так далее вот т2 это будет число тиминов будет уже в другой рамке и т3 будет уже в третьей рамке то вот и как раз он вел такое понятие как позиционные частоты то есть мы берем то максимум из т1 и т2 и т3 и делим это на на минимум из т1 т2 и т3 но вот здесь единица чтобы просто не было уже деление уже на ноль то есть иногда бывает что этот минимум равен так хоть 0 ну или уж меньше ты единицы да но меньше единицы не может быть но но может быть равно ли поэтому мы здесь уж добавляем единицы вот и еще так же вот и вот кроме этих да и вот эти позиционные частоты они также вводятся вот видите для для цитозина этот c от п потом для аденина это а от п и для гланина это будет г вот от п и еще также в рассматриваемой это последствий мы рассчитываем частоты то есть то есть количество вот основания от cg в в изучаемых последствий но уже не привязаны к какой-либо тассы рамки ну вот и вот видите он тасс ввел вот эту функцию f он ее но поскольку это было значит где-то восьмидесятые годы и это значит сделал джим фиккетт он тогда работал в лос-аламской научной лаборатории как раз они там в это время уже начинали уже работы по позе мулькалиарной биологии и повод изучению генетических текстов да вот и значит были первые компьютеры и он значит вот нашим периодическим образом вот видите тут подобрал тогда коэффициенты около этих всех уже частот да и вот вел вот эту функцию f да и вот значит вот для функции фон велка как бы тогда следующее же правило но во первых мы видим что вот f она там меняется от 032 до 1 и 37 для реальных последностей и значит вот это типичный как бы ну уже кодирующая функция вот и значит если она у нас где-то будет до 077 до будет уже меньше то это значит если от 032 до 029 то но мы можем считать что это не кодирующая последовательность вот уже дальше до 077 это вот область неопределенности и там выше это 077 это будет кодирующая последовательность но к сожалению уже своей работе он не рассчитал здесь он не сделал наш анализ не не ложных позитивов не мощности это метод то есть то есть сколько вот данный метод будет это пропускать уже кодирующих последовательности на на реальной хромосоме и сколько будет давать уже ложных позитивов но по всем вероятности их уже тут достаточно много но это это была одна из первых как бы работ ну вот вот потом это стало все совершенствоваться вот в виде метод стала на и маклахана то он очень уже похож на то что мы уже рассматривали как бы уже раньше то есть при помощи уж марских моделей но здесь ниш используется формула байса да ну значит нам дана последовательность еще z вот видите 1 b1 c1 и так далее до а n плюс 1 bn плюс 1 и так c n плюс 1 да и значит здесь используются частоты тогда кадонов вот видите вот это f то есть уже заранее мы должны уже подсчитать это за частоты уже кадонов в генах из уже данного организма ну ну вернее даже тут наверно же вероятности то то есть это не частоты вот то есть прямом как смысле а это будет тут имеется ввиду уже вероятность вот да и одновременно как вот это мы мы должны это ввести вот эти вот уже курито то есть уж доли генов и той таранки считывания по по хромосоме ну вот обычно q1 q2 и q3 это просто берут равны шат на третье вот и мы и мы посчитали тогда вероятности данного так адона и тогда уже вероятность что данные последствия будет уже принадлежать тогда первые рамки считанные вот видите будет тогда p1 и то есть это на произведение уже вероятности то то есть мы как бы разбиваем уже последствий цвет на в тройке до самого как уже конца и и последний у нас когда он будет а н б н лице н потом мы вводим уже вторую то рамку да она уже начинается с дико дона то есть один отбрасываем и мы имеем так адон 1 b1 c1 a2 и до последнего значит bn cn а n плюс 1 ну и то же самое тогда в третью рамку да и вот в качестве же меры распознавания уже кодирующих областей удобно тогда сложить вот все три вероятности и значит там взять вот относительную вероятность то то есть уже по 1 уже большой будет как как по 1 малой и уж деленное на сумму по 1 малый по 2 малой и по 3 мало и не то же самое по 2 большое и по 3 большое и вот вы можете видеть тут уже справа а вот как раз тоже идентификация же кодирующих уже районах в трех рамках то значит вот здесь уже кодирующий участок он уж показан горизонтальные ваши чертой на вот видите вот 1 это будет у нас вот так вот здесь уже третья рамка то есть 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 наших зон вот а здесь виден вот их зон бе потом д е и так далее но в общем относительно все неплохо работает но вот опять же здесь это не было уже подсчитаны не ложных позитивов никакой мощность метод то есть сколько же реально уже кодирующих последовательности будет уже пропущено но но в настоящее время у самой вот часто используемых кодирующих насал я вам рассказывал это будет это будут марковские модели вот они дают самый лучший результат но во всяком случае если если марковская модель тогда расширить на на 2 к дону то есть на уже шестерки то вот удается в тогда последовательности бактерии выделять больше чем 50 процентов как генов ну вот но следующее то давайте уже поговорим по про про вот метод поиска подобия но без 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 построения выравнивания это вот сейчас очень модно такая тематика это называется все очень ламит free все символики сечь да то есть поиска же подобие без без построения выравнивания динамическим программированием ну вот да но нам тоже тут то дано последовательность с это будет с 1 из 2 с.н. и мы вводим также вот характеристические функции для каждого то символа ну или буквы здесь значит это можно сделать как для аминокислотных последовательности напоминаю что там же алфавит будет уже 20 символов то есть это аминокислоты и для нуклеотидных последствий это будет алфавит будет уже 4 символа вот но значит будет единица если если это значит будет будет равно данной букве x и это 0 если это не равно ну то есть их если это будет нуклеотидные последствия будет всего четыре таких если будет аминокислотное то будет уже уже 20 ну да и вот но частота данного то символа это если мы уже пробежим как бы вот уже суммируем все это это будет уже просто уже количество данного символа в изучаемые уже последовательности но мы также еще можем и как бы рассмотреть перемножение вот этих и это для разных символов и на некоторым уже расстояние уже друг от друга да вот здесь вот расстояние д это вот эта сумма будет показывать нам уже число пар на расстояние д но также можем то ввести вот более вот общую функцию это будет уже число вот символов x y и z притом они будут все как бы на разных расстояниях друг от друга ну на заданных до 1 и так далее вот и и после этого мы можем насчет ну во первых как бы но взвесить эту функцию на на вероятности символов то есть если это мы тогда мы можем вычесть товарищу п от x да и да и начну здесь показано для двух символов да и во вторых можем учесть длину же изучаемой последовательности то есть мы делим здесь на n минус д значит п от x и и под игрок это будет то вероятности данных символов они не просто считается то есть это есть число символов x то деленное на общую длину последовательности и то же самое п от y тоже это число символов y и и деленное на длину же изучаемой последовательности ну и да да и это можем сделать для двух последовательности да вот уже как бы разных тарка и вот тогда внизу можем то навести вот общую формулу для вот расстояние двух последовательностей вот исходя как как уже совпадает уже символы на разных расстояниях то вот видите это будет b это будет уже первой последовательности да и вот это вот будет То есть если тогда вот эти все частоты, если две последствия будут наше одинаковые, и уже частоты будут уже равны, то тогда расстояние равно нулю. И с другой стороны уже вставки и лишь деленции тут, конечно, они влияют, но незначительно из-за того, что они только затрагивают локальную область, а при призывании же Фарье они уже затрагивают уже значительную часть последовательности. Ну и вот, видите, здесь уже суммирование идет тут, естественно, по всему алфавиту, и до некоторой длины равной k, то есть для d уже меньше k. Но чтобы тоже брать уже влияние этой же длины, да, вот мы берем квадраты и тогда делим на единицу на k. Ну вот если уже построить эту вот тоже функцию, вот видите, как вот ее вид будет, значит у нас тут будет вот это по оси, вот иксов будет расстояние, да, а это будет как бы его таска спектр, если мы будем вот изучать уже случайные последовательности. Ну тут вводится вот уже среднее значение, и да. Ну вот здесь вот уже пример для, да, вот r, да, вот это я уже не помню, да. Ну я посмотрю, вот она, на следующий лекции, да, r, d это у нас вообще дисперсия, а r, z это будет у нас там среднее значение, да. Ну то есть мы берем уже две последствия, уже рассчитываем на эту же величину, и дальше мы примерно можем всегда вот оценить это значимость этого выброса по значению r. Так, ну с этим тоже, это она закончим. Да, перерыв делать? Можно, можно без перерыва. Можно, ну давайте без перерыва. Так, ну да, давайте дальше. Так, дальше мы поговорим про тоже идентификацию же кодирующих районов, но при помощи нейронных сетей. Ну, ну, во-первых, давайте тогда посмотрим. Сейчас вот мы тут уже загрузим слайд. Что такое есть вообще нейроны, да. То есть какие, на самом деле, на что у нас с вами есть уже нейронные сети, то есть, из чего они сделаны. Вот, я даже не знаю, вообще знаете вы или нет. Да, ну вот видите, вот уже нейроны. Так, это, их открыли вот где-то вот, как раз, но работы уже начались в 1872 году, вот. И было так, как раз понятие о овощей нейроне и нейронной сети. Вот видите, здесь как раз вот уже нейроны, вот они тут перечислены латинскими уже символами. Вот эти вот уже короткие отростки, это есть дендриты, дендриты и тендлины, которые у нас есть на Шаксон. Да, и вот у нас тогда вот образуется такая же нейронная сеть. Ну, вот наш мозг, это там кило, у кого как, да. Ну, ну, в среднем, значит, как вот утверждает вообще специалисты, мы глупее. Значит, как раз из-за гаджетов. То есть, вообще считается, что там за последние, там, уже несколько сот лет, это уже в среднем, уже размер мозга у нас уменьшился. Ну, примерно где-то на 150-200 грамм. То есть, чем легче жизнь, тем мы меньше нагружаем, как бы же, мозги, и тогда, ну, получается, что вроде они и не нужны, да. Вот. Хотя это, конечно, спорно гипотезу, но, в общем, такая гипотеза есть. Я повторяю, что это гипотеза. Вот. Да, ну вот, как устроен, значит, вот уже нейрон. Да, наше у нас с вами есть, на головном мозге есть очень кора, да, то есть, где есть все нужные нам, как бы, центры, то есть идет наша обработка зрительных сигналах слуховых и так далее. Да, да, и все это делают вот нейроны. И вот, видите, есть, значит, у нас вот сам нейрон, есть у него уже ядро. Да, ну, еще должен сказать, что рядом уже с каждым нейроном есть еще масса других клеток, которые его питают, отводят уже продукты жизнедеятельности, да, то есть, и наш мозг уже потребляет уже значительное количество глюкозы, ну, то есть энергии, то есть, фактически. То есть, если у нас очень спокойное уже состояние, то мозг у человека где-то съедает от 8 до 10% всех энергетических затрат наш организм, но в основном это уже глюкоза, но плюс еще другие питательные вещества. Вот. Но если, значит, мы начинаем думать, то есть, вот интенсивно уже готовиться уже к чему-то, уже к экзаменам, либо еще что-то, то это уже потребление, оно уже в пике может уже находить до 30%. То есть, это очень уже тяжело для вот организма, естественно, уж такой режим работы, он невозможен на постоянной наш основе. Поэтому наш организм уже всячески, то есть, мозг уже всячески пытается уже сэкономить, и для того, чтобы уже начать какой-то вот такой вот активный уже процесс его вовлечения, есть некоторый такой барьер, да, то есть, он сопротивляется этой уже работе. Но вы, наверное, все это уже знаете, да, то есть, когда, ну, не все, но, наверное, многие, то есть, когда вот нужно что-то интенсивно шучить, то вначале есть уже барьер, да, то есть, вы все время отвлекаетесь, то яблочко лучше поесть, то чай попить, то лучше пойти погулять или еще что-нибудь. Но если вы уже проявите некоторые усилия и преодолеваете это там барьер, то вдруг уже это замечаете, что как бы дело пошло, и все идет очень быстро. Но такой, и как бы вы можете не отвлекаться, и как бы понять, вот как смысл либо текста, либо лекции. Но вот этот вот режим, он уже недолгий, то есть, там час, два, три, и уже требуется пауза. То есть, тогда, как бы уже все спадает, вот, то есть, нужно писать, нужно отдыхать. Так, ну, кончим лирику. Да, вот видите, вот тут, значит, это у нас будет нейрон. Вот, и вот, видите, у него есть длинный, отросток, это вот аксон. Притом, на шаксон, он может быть и очень длинный, то есть, уже больше как метра. То есть, в головном мозге есть уже нейроны, вот эти вот аксоны, что которых они уже заканчиваются, там где-нибудь, например, в пятке. Да, вот, то есть, то есть, проходит по всем нервным уже волокнам, на шаксон, и вот это в пятке у нас. И вы, значит, таким образом, мы можем управлять уже движением же мышц, там, и там шевелить уже, например, там, пальцами ног, да. Да, и вот видите, вот как раз по вот этому наш аксону, наш у нас бежит вообще сигнал, за счет уже того, что открывается уже каналы для... Да, вот здесь вот разность уже потенциалов 1,1 вольта, да, и, значит, при прохождении уже сигнала, значит, открывается вот уже кальциевые натриевые каналы, да, и, значит, вот это вот наше открытие, так можно сказать, оно бежит до самого же конца аксона. Да, ну и при этом есть небольшое излучение, то есть, там меняется уже потенциал, и тогда есть уже небольшое вот излучение, которое можно регистрировать. Но на этом как раз вот основано изучение вообще сигналов ЭГЭ, то есть можно записывать электрическую активность различных участков у головного мозга. Да, ну вот видите, уже вот это будет у нас уже нейрон, да, вот это его просто вот уже снимок будет, вот, и, значит, вот тут вот, да, вот тоже вот уже типично уже нейрон, да, вот это длинный наш аксон и дендрит. Значит, дендриты будут тоже связываться с мембранами уже других нейронов. То есть, при том, ты должен сказать, что все эти связи, они уже динамические, да. Ну, есть модели, которые, которые вообще считают, что таким образом у нас образуются уже нейронные сети, и мы запоминаем какие-то уже события, то есть, вот уже память, это есть какая-то вот уже связь между нейронами, да. Но, но, фактически, мозг очень динамичен, и, значит, как раз вот обучение, но, по сути говоря, оно сводится уже к тому, что вы меняете уже структуру на уровне уже контактов между нейронами уже своего головного мозга. То есть, вы начинаете, иначе мыслить, вот если так можно сказать. Поэтому, ну, любая шучева, она является достаточно полезным таким занятием. Да. Ну, и вот, значит, сеть. И вот, значит, попытались вот использовать вот эту всю терминологию для того, чтобы как раз вот искать уже кодирующие последствия в ВДНК при помощи искусственной нейронной сети. Ну, вот сейчас мы с вами тут, это мы немножко, это безобразие пропустим. Какие-то вопросы? Так, только микрофон, пожалуйста, выключайте, чтобы не фонило. Сейчас мы вернемся здесь. Да, вот это вот как раз у нас будет уже нейронная сеть. Ну, сейчас вот дальше мы ее посмотрим. Значит, вот здесь изучались как раз уже кодоны, но вот в виде уже парных, так сказать, комбинаций. Значит, вот, ну, что вот это будет такой, вот это М, это информационный коэффициент уже корреляции, да. Да, значит, ПАБ это будет уже вероятности этой пары кодонов, да, вот, значит, А и Б, то есть тогда меняется вот это от единицы до шестидесяти уже четырех, из-за того, что у нас это всего лишь 64, тогда кодона, да, АП от А- и П- и П- это будет уже как раз от вероятности уже встретить уже кодона А отдельно, или же кодон Б. Значит, если будут кодоны будут уже сильно, ну, чем скоррелированы, то им будет тогда уже достаточно тогда большим, да. Ну, вот здесь также уже показаны вот эти суммы для подсчета ПА минус и ПА- и ПА- и ПА- и ПА-. Вот, и, значит, вот это вот изучение, значит, вот зачем все это я рассказываю, чтобы же понять, нам их брать один кодон либо пару кодонов, то есть какую строить уже нейронную сеть. То есть можно строить уже нейронную сеть, которая учитывает только уже частоты, отдельных аддонов, а можно строить нейронную сеть, которая будет учитывать частоты пары аддонов. Но вот эта работа, которую я вам рассказывал, это тоже Лос-Аламос, но где-то там уже конца прошлого века, где-то 98-й год. Но многие работы там уже закрыты, не публикуются. Лос-Аламос это одна из очень крупнейших лабораторий, и она закрыта. Но, к сожалению, мы никогда вообще не узнаем, что там в биологической части толком делается. Но, может, когда-нибудь узнаем, но я думаю, что очень-очень много закрытых работ, как я полагаю. И вот, значит, если вот это уже читать, это уже взаимную информацию между аддонами, значит, мы можем ее рассчитывать для двух аддонов, которые будут разделены уже некоторым основанием, значит, вот это будет у нас друг за дружкой, то есть это вот расстояние 0, да, вот это вот будет, да, вот это будет двойка, это тройка, так, и вот, вот видите, что есть очень сильная корреляция, вот если эти два колдона идут подряд, вот, тут почему-то нет вообще единицы, но это и не важно, да, то есть очень сильно эта корреляция, вот если они идут тогда подряд, и она потом, она падает, то есть корреляция вот между колдонами уже падает, если уже расстояние между ними уже в кадонах, она будет, то есть вот единица этого, это соответствует уже тому, что есть один кадон, то есть, то есть тройка оснований, потом уже, уже три каких-то вот основания, и потом следующий кадон, то есть, то есть следующая тройка. Двойка уже соответствует, что есть вот кадон, то есть это вот тройка оснований, вот потом любая шестерка и потом будет уже следующий кадон и так далее и вот поэтому но естественно выгоднее искать уже кодирующие последствий и вот учитывает при этом же связанностью кадонов да ну и вот как бы поэтому вот создавался здесь две сети одна была как бы простая которая учитывала то есть вот он уже нейрон то есть даже нет тут уже скрытой сети то есть выделялась какое-то наш окно около каждой линии был как бы свой коэффициент да то есть как бы шел и значит вот вот эти вот основания они кодировались в четверками двоичного кода вот да ну ну выделялась окно она может быть разной длины но вот здесь конечно она как бы тут тут всего лишь как бы уже четыре же основания ну либо же значит еще можно делать как бы вот вообще скрытую такую вот уже скрытую сеть то есть промежуточные то тут слоешь нейронов да и вот там где линии там вот есть какие-то же коэффициенты то есть это есть передача сигнала и по и притом сигнал то должен быть уже передаваться значит на если 0 то уже сигнала нет а если один то сигнал есть и вот тогда сигнал с каким то же коэффициентом уже передается на промежуточный нейрон и уже дальше эти уже сигналы идут на 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 конечный уже нейрон и задача состоит в том чтобы правильно тот расставить как все коэффициенты то есть около каждой линии это должен быть свой но коэффициент вашей передачи мощи сигнала именно в этом как раз идет основная же проблема у кого-либо ваще курс по нейронным сетям так но поскольку был был добыл это вы меня а на карту да это у вас на 3 спереков 3 было или вы не стресс первых а вторник это другому зиму а в другом ну замечательно что в это все знаете вот но вот здесь просто дальше будет применение значит вот потом нужно обучить уже нейронной сеть то есть на фактически надо определить все вот эти вот уж коэффициенты то есть уже веса вот эти вот тоже ты на ответе out на сюжет x это будет у нас очень гладкая монотонная эта функция которая будет от 0 до единицы вот это вот за это будет уже константа out это выходной уже станешь нейроны то есть либо он он говорит что то есть кодирующие либо не как берущий ну вот уже в конце и вот это вот и и жито это вот как раз вот это вот уже входной же сигнал как раз определяется тем какое вот основание есть уже напротив уже данного же нейрона да ну и вот обычно проводит наше обучение значит вот тут тоже сказать что вот в нейронной сети это тоже есть тиражирующий метод да то есть он просто напросто ничего нового это не дает он только нам позволяет на компьютере тиражировать уже найденное нами решение то же самое же марковские модели то есть в полном смысле вот искусство интеллекта то нет я надеюсь что его будет еще но не скоро из-за того что но но применение искусство интеллекта если вдруг он будет же когда-то уже создано но будет катастрофично для людей потому что то что в первую очередь она будет применяться военной области а во второй в как я я полагаю это тоже моя гипотеза в контроле за как бы гражданами вот что как бы нам как как гражданам демократического государства не сулит ничего хорошего вот да вот и вот мы должны тогда да и вот это вот есть уже тиражирующий это метод то есть то есть мы должны заранее иметь две вот обучающий обучающие обучающие выборки то есть первая выборка это будет уже кодирующие последствий вот отдельно да то есть мы там собираем все все вот их зоны например от из-за геномов организмов и и вторая эта выборка будет не кодирующие ну и вот здесь как раз вот это вот уже цепы будет уже к уже коэффициент значит он будет плюс единицы для уже кодирующих и я одна десятая для ты не кодирующих его задать до им и то есть мы как бы уже знаем да уже заранее и мы на вот этих данных мы должны обучиться то есть минимизировать это ну вот это е да вот уже задача но один из из путей это уже градиентный как в метод и это выходной уже сигнал то и один из путей это уже уже двигаться по по производной так сказать уже внося уж небольшие вот эти вот изменения вот в эти уже коэффициенты тоже это да и мы ищем как раз вот тот путь вот который нам тогда позволит минимизировать вот это вот е но в настоящее время этот метод даже уже не надо уже писать программы уже созданы уже тучи программ для разных данных где вы можете как бы уже создать как бы уже свою сеть или вот использовать уже готовы это сети и есть все программы для для того чтобы посчитать вот это вот вот оптимальные тоже ты то есть уже коэффициенты ну так было сделано вот вы можете видеть здесь вот результаты они вот чем они это замечательно то тем что они как бы количественные вот вот вы значит вот по оси x будет у нас вообще число наш оснований днк в в наш окне вот уже который мы изучаем на здесь лишь эксперимент следующий что есть у нас длина текста есть там гена и и и экзоны как раз вот уж кодирующей последовательности и мы их должны найти и дальше мы уже выделяем какое-то вот окно вот вот размер это наш окна вот вот тут показан по оси x и этим наш окном мы пробегаем значит вот до до конца и вот этого как текста и мы смотрим какую же долю наших зонов мы с вами тут уже можем тогда найти вот и вот вот видите значит вот значит здесь вот здесь была у нас по сексов это это разная уже длина окна то сейчас мы тогда вернемся да вот уже разная же длина наш окна и вот тут вот вот разная точность уже предсказания шик-зонов и интронов на не тут уже пересекается тоже будет вот вот и вы можете видеть что я уж не помню кажется кажется черное это будет у нас их зоны а вот эти уже треугольники в белых будет нашим трону но видите они очень похожи и ведь и кривые но то есть она показывает что если у нас есть короткий наших зоны в гене то то его точность его обнаружение она невелика то есть а если зона для даже есть 10 уже кадонов но все равно если текст у нас как длинный то огромную массу генов мы здесь тогда тогда пропустим но вот тоже самое если мы будем как вот как бы делать уже нервная сеть на основании как бы парта тут конечно лучше все выглядит но все равно это будет где-то уже точность например уже 98 процентов то есть это значит что что такое же 98 процентов ну это это кажется что только хорошо но будет очень много ложных позитивов и эти вот из-за того что весь геном например уже геном человека будет уже 3 миллиарда то эти два процента они дадут огромное число то ложных позитивов и выделить на и на этом фоне как вот истинный уже сигнал будет все-таки проблематично поэтому до сих пор вообще задача поиска генов в вовсе геном чисто компьютерными методами она решена не полностью не все шик зоны выделены и не все гена как бы найдены так ну вот это даже мне не хочется рассказывать давайте это по отложим пока а сейчас вот мы очень другое посмотрим сейчас этому тата закроем если время же останется там и к этому то вернемся если нет то тогда вот сейчас мы откроем то на другие то слайды да ну вот это будет уже уже простенькие такие методы но вот первое это это что сделал сюда тащит рифонов это вот это его работа он сделал тот тот словарь в генетических текстов сейчас мы про это как раз уже поговорим вот но значит что он делал он он но это очень простенькая такая вот работа но все таки такие словари они не каждый день они делаются вот видите он тут вел вот контрастность как бы слова да то есть вот это вот std от с а а слово это будет у нас с вами вот ведь с это будет какой-то но фрагмент нуклеотидный фрагмент уже длиной для малая то вот и это будет у нас как бы слова и вот уже и у нас есть уже длинный текст какой-то и мы значит уже посчитали уже созвигом на вот одно вот основание сколько в этом тексте мы мы встретим вот этих слов уже длиной с это будет f от с вот в первой формуле а это с это будет у нас нашим ожидаемое уже число но да и вот вот эту разницу мы делим на на корень из значит ожидаемое уже числа либо из единицы но это уже почти что это вот вот это это будет уж почти что аргумент нормально уже распределение да и тут вот единица на тот случай если уже корень из наши ожидаем числа будет у нас меньше единицы или 0 то есть то чтобы не получать разделение на 0 или экстремально уже высоких уже значений с т.д. при малом уже уже числе слов но это уже уже почти что аргумент уже нормально распределение напоминает вот это вот нормальное приближение бинамиального распределения вот но очень похоже да вот ну и вот видите ожидаемое уже значение так считается через уже частоты пересекающих слов то есть это будет уже уже перемножение частоты ты слова как который есть на одно вот основание уже меньше уже справа нашим нужно на число слов которые есть на одно уже уже состояние вот уже меньше слева то есть на минус один то то есть от единицы до n минус один будет первое слово и второе слово будет от от двойки до n и мы делим на на число как бы слов которые есть от двойки до минус один то есть таким образом а как бы нивелируем уже влияние как у всех остальных слов и только вот рассматриваем это слово уже длиной n и и нивелируем как влияние всех слов уже длиной n минус один собственно этого и добивался ну вот если примерно построить вот эти графики вы их можете здесь видеть да вот эти графики нас вот это вот будет первое для слов длины 2 вот видите значит вот это вот уже кривая это будет теоретическая оценка а вот эти прямоугольники это будет вот то что наблюдается уже на самом деле да вот ну здесь вот всего да и вот значит если у нас на пары то есть у нас всего тогда 16 пар но здесь у него должно быть там 16 уже прямоугольников да но вот видно что здесь очень сильно есть отличие от того что вот ожидается при том все слова были ранжированы по вот их по по вот их вот эту вот этому стд от с это вот как раз вот это вот стд она была по оси x а по сегрик было вот у него че тут то это вот уже частота как уже данного как слова да да то есть он их все но ранжировал да и вот видите что уже теоретическая кривая и это что мы видим для пара но резко же отличается нас если мы будем уже переходить мужик сам больше длины то видите что как бы вот отличие все меньше меньше значит двойка тройка четверки вот вот последний уже пятерка это будет уже справа уже внизу вот видите что очень похожие распределение но штрих она также интересовала еще также наиболее контрастные тогда слова то да притом значит вот тут вот стрелочка это значит приманить ну ты все того что последствия обычно у нас показано на прямой нити да то есть на одной нити то инвертированная и комплементарная будет вот как раз стрелка в обратном направлении и вот это вот стд что здесь показано это у нас есть вот есть уже стд от с которые но рассчитана по формуле один но вот он выделил наиболее контрастные тогда слова то есть те комбинации которые вдруг вдруг которых в геноме неожиданно много дата она встречается то и и тех которых видите неожиданно мало вот это вот удивительное как же явление да ну вот обычно уже уже много вот уже поля и вот либо же вот много c вот это будет у нас раз два три ну ну например там то там 4 снизу до cgc а gc cg вот тут будет уже контрастность уже 321 но это сейчас уже находит наше объяснение этого так называемая gc пока тоже района где у нас а а а Продолжение следует... 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 то есть а 2 до до сотни или даже до 200 бывает вот то же самое поле ты но это из-за того что было было встраивание на на комплементарной нити ну и вот есть еще конечно еще гц богатая района это вот уже последний это уже связано с тем что у нас есть вот так называемая эпигенетика и и gc богатые участки их метилирования она определяет уже так называемый материнский эффект то есть я вам рассказывал что метилирование запускает как бы вот активность как у генов и она определяется как раз как бы матерью да именно поэтому как я рассказывал вам уже вот суррогатные матери они они могут под вот оставить как бы уже с уже свое же влияние на на потомство хотя и если клетка оплодотворена она баланс от других родителей то есть те люди вдруг которые значит будут выращивать своих детей при помощи суррогатного материнства они могут уже получить это ребенка и к своему удивлению обнаружить некоторые уже черты но чисто финтипический как бы внешне да от этой суррогатной ваш матери но это не генетическое это качество и через примерно два поколения то есть она вот наследуется эпигенетический через метилирование и через примерно 23 поколения тоже влияние конечно исчезает да ну так это я это это мы да и вот дальше значит вот ты трифта вообще посчитал щеку сент вашей корреляции то есть уже по частотам на это вот уже что-то будет у нас различных как бы слов вот значит по по двум разным мочи геномом да вот то есть айба это у нас будет два генома вот и он-то она считала же коэффициент корреляции по значит частотам же встречаемости вот как бы слов но это обычный коэффициент тут корреляции то есть есть два распределения но например от от парта то есть частота уже встречаемости который мы увидели в одном тангеноме это будет к уже это я то от всех 16 пар будет вектор и к уже это и шаг бы это будет просто шаг другого то это генома это будет у нас такой классический же коэффициент корреляции до его и если вот это вот вот изучать то тогда можно посмотреть уж корреляцию последовательности друг друг с ушкой ну вот видите здесь вот он он посмотрел на корреляцию нашим тронов уже в прямом и и в инвертируем то виде вот они уже сильно коррелирует вот их зона значительно меньше то есть они асимметричны вот уже больше всего из-за того что там есть как бы но направление то есть то есть идет гена от от начала до конца на то есть уже уже направление вот ну да и вот да и и вот их зоны вот они как раз вот они и да его также очень сильно асимметрично это будет три штрих не транслируемые даже районы то есть это будет уже может после гена где есть уже наши участки по окончании транскрипции то есть они тоже сильно асимметричны и и дальше он уже применил вот это же до подход к составлению вот так слова уже корреляции просто уже всех ходирующих уже последовательности для для вот для различных организмов ну вот тут он уже собрал ведь вот первое это это кролик потом он у нас у нас идет мощи цыпленок ну курица то есть геном курица уже человек уже картошка мэйс это уж кукуруза особенно это какие-то очень бобовые но в то же время есть и и шерохи коли то есть уже бактерия тут кого еще знаю еще человеческая митохондриальная же днк то есть у нас есть митохондрии вот уже который синтезирует а тф из уже глюкозы да и вот они метам у такой короткого же днк и считается что митохондрии это как в древний вот организм который был как бы уже включен в состав его креотической клетки да ну вот вы можете видеть уже корреляцию то есть как раз вот это вот уже корреляция она очень сильно похоже на эволюционное расстояние между организмами ну то есть вот уже не коли она вот уже со всеми вот ведь она очень слабо сказать уже коррелирует вот например уже кролик и не курица 055 и вот мы например сейчас есть будем брать тогда уже человека то есть уже с кроликом 057 потом с курицей 056 вот уже с картошки ведь уже 033 с кукурузой будет это будет кукурузы 037 до больше да и с геном я коли видите у нас будет с вами 008 то есть очень маленькая же корреляция ну ну то есть уже таким образом как бы вот эти вот уже уже частоты уже встречаемости уже различных слов они очень сильно отличаются вот уже между организмами да но это мы пропустим ну и вот давайте до вернемся еще у нас тут осталось на насчет или хватит вас как настроение умолчание наверное хватит ну хорошо тогда наш оставим там я значит у нас сегодня сегодня все второе да будет еще лекция еще 9 да я правильно понимаю там праздников вроде нет у нас на наш лекции будет у нас еще 9 и будет будет лекция еще 16 я правильно понимаю вроде правильно и да и 23 и 23 что у нас с вами вот есть уже расписание за отчетов то 23 будет а зачет по лабораторным работам наш вы должны все как будто сдать это на все работы вот такие дела ну ну пока на этом то заканчиваем наш делаем то паузу минут на 10 и я вас то прошу всех сдавать лабораторной работы как можно быстрее вот чтобы не откладывать это все до до зачета какие вопросы ну как но если вы там уже как бы все сдали то значит вам зачет на автомат тот кто уже не стал тот придет еще будет сдавать вот эти вот уже работа даже вроде экзамен нет но потом будет экзамен у ваша как бы тут же две части есть лабораторная работа же правильно это как бы они идут отдельно и а есть вот это вот уже теоретически сейчас который будет на на вот экзамен ну как там каждый кулик хвалит свое болото на ну и вот еще кроме этого был домашнее задание я вот сейчас я посмотрю тут же впервые я значит те кто не сдаст домашнее задание тогда зачет не получит вот не пришлет по по локальному и по глобальному то выравнивание можно последний вопрос у меня просто интернет прерывается у нас получать 16 числа нет да и и последний день сдача а потом зачет но можете еще прийти на зачет но в общем сами понимаете пока все понял то есть все лабораторки этого должны сдавать те кто нас не имеет как у справок вот о том что он болел вот и и поэтому наш не выполнил как бы их все срок вы имели целый то семестр это 16 недель что выполнить как вот вот эти вот работа поэтому будет скидка только нужно тех кто будет иметь как бы допуск из деканата по лишь уважительной причине и еще плюс должны быть еще сданы еще домашнее задание какие вопрос можно если человек сдал все лабораторные то дедлайна то ну какой-то бонус придет вы что имеете ввиду бонус сроки ну сроки человек сдал все вы как бы бонус если вы все все сдали за за первые 8 недель тогда бонус а так вы просто идете в графике и все понял какой еще вопрос по домашней работе но вот вы сейчас я быть проверять да не посмотрю да а если чуть позже отправить ну отправьте потому что уже по домашней работе подведем наш итог вот тоже на следующей неделе то есть те же кого не будет будет долг я буду читать потому что насколько можно там тянуть вот то есть все должно было сделано на той неделе то есть когда ты не было лекции и у нас был уже карантин вот было как раз на одно занятие насколько можно тянуть тогда я буду а каждый долг как вы понимаете на там там капает процент да 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 я ну то есть вы говорите отправьте да но допустим в следующей неделе да вот итог до значит посмотрите а то посмотрю те кто уже пришлет я буду считать что как бы санка не будет а те кто уже не пришлет будет долг тогда вот хорошо так еще вопросы еще до какого числа надо домашней работали еще вот это вот да 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 следующее занятие